Каждую пятницу к зданию нефтекамского ЗАГСа подъезжают свадебные кортежи. Родственники с пожеланиями благополучной и обеспеченной жизни бросают под ноги молодоженам монеты. Именно из-за них каждую неделю, как на дежурство сюда, приходят команды ребятишек из соседних общежитий. Один из зрителей нашей программы заснял визит непрошенных гостей на видео. Кадры, что называется, без комментариев. Сегодняшняя свадебная церемония не так далека от присланного видео. Кто-то просто наблюдает, а потом подбирает деньги земли. А кто-то в буквальном смысле слова караулит молодоженов. Те, кто по бойче, подходят гостям или жениху с просьбой дать денег. Мол, традиция такая есть. И ведь не просто просят, а требуют. Отказывают им редко. Присказка на счастье молодым срабатывает. Кто же откажется счастья, да еще в такой день? В день юные предприниматели зарабатывают от 20 и более рублей. Все зависит от щедрости молодоженов. Мелочь по прошейке собирают не всю. Монеты достоинством в 5, 10 и 50 копеек не берут. Так называемая свадебная такса от 1 рубля. В карманах этого по прошейке двушки, пятачки, есть и бумажные купюры. Тратит он их, к сожалению, на развлечения. А зачем собираешь? Иду на копыт. А? На копыт. А родителям никак не помогаешь, что ли? Да, дома. И дома. У попрошаек есть негласное правило. Если свидетель дал денег, жениха и невесту не трогают. Если сумма маловато, извольте потом всю оставшуюся жизнь лицезреть попрошаек на своих свадебных фото. Наглецы просто буквально-таки лезут в кадр и портят картину. И милиция здесь не поможет. В российском законодательстве ответственности за попрошайничество и бродяжничество не предусмотрено. Чувствуя свою безнаказанность, попрошайки ведут себя свободно как на улицах, так и на свадьбах. Как выход сотрудники ЗАГСа могли бы с большим вниманием отнестись к тому, что происходит возле него. Один сотрудник полиции и проблема может быть решена. Лиза Ангдрахманова, Юрий Аблязов. Информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин